Какие психологические лайфхаки вы используете для получения преимущества? Когда смеется группа людей, каждый человек инстинктивно смотрит на того, кому испытывает наибольшую симпатию. Так вот, если хотите узнать, кого желает трахнуть тот или иной человек, обратите внимание на кого он смотрит, когда смеется вместе с толпой. Если вы задали кому-то вопрос, но они ответили на него лишь частично, просто подождите. Если вы помолчите и будете продолжать смотреть на этого человека, скорее всего, он продолжит говорить. Мой босс постоянно так делает. Как-то раз я извинялся у него за то, что опоздал, и это было жестко. Я. Простите за опоздание. Авария на дороге. Тишина. Ужасная пробка образовалась. Тишина. А еще я проспал. Тишина. Я сегодня задержусь на работе, чтобы отработать. Босс, смотри, как я тебя расколол. Если вы будете по-настоящему счастливы и рады видеть других людей, они будут реагировать так же при встрече с вами. Это вряд ли произойдет с первого раза, но со второго раза точно. Когда вы слышите, как звонит будильник, немедленно встаньте, сожмите кулаки и прокричите. Да! Изменено. Да, я всегда так делаю и вам советую. Я узнала об этом психологическом трюке на форуме несколько лет назад. Этот прием будет полезен всем, кто работает в сфере обслуживания. В других ситуациях он тоже может помочь, но в сфере обслуживания без него просто не обойтись. Повесьте позади вас зеркало, чтобы оно висело прямо напротив клиента. В этом случае, если к вам придет рассерженный клиент, чтобы поругаться, он увидит себя в зеркале, и вследствие этого вероятность агрессии с его стороны сильно уменьшится, потому что никому не нравится смотреть на себя в таком состоянии. Это одна из причин, почему во многих барах за барной стойкой установлены огромные зеркала. Главная причина, чтобы бармен мог видеть, кто где сидит и не пришли ли новые клиенты, но есть и другие причины. Если вы работаете за барной стойкой и к вам подойдет клиент и начнет жаловаться или вести себя агрессивно, просто вдохните глубоко и отойдите в сторону совсем чуть-чуть. Облокотитесь на стойку, используя лишь одну из рук. Если вы немного наклоните вашу голову, быстро прервав зрительный контакт с клиентом, он будет вынужден посмотреть на свое отражение. Даже если вы не наклонили голову достаточно быстро, благодаря периферийному зрению клиент все равно заметит в отражении знакомое лицо. Кроме того, облокачивание тоже ставит вас в более преимущественное положение в силу нескольких причин. Такой прием не подействует лишь на крайне самодовольных мерзавцев. Жуйте жвачку в ситуациях, когда вы испытываете волнение по поводу чего-то, что вам предстоит сделать. Будь это публичное выступление или прыжок на тарзанке. Не помню, где я это слышала, но я точно знаю, что когда мы что-либо едим, отключается одна из функций нашего мозга, ввиду того, что я бы не стал есть, если бы мне что-либо угрожало. А значит, мне ничего не угрожает. Я несколько раз успокаивала себя этим способом. Обращайте внимание на стопы людей. Если вы подходите к двоим беседующим друг с другом людям, и они поворачиваются к вам лишь торсом, пока их стопы остаются неподвижны, это значит, что они на самом деле не хотят, чтобы вы участвовали в их разговоре. Аналогично, если вы общаетесь с коллегой и думаете, что он внимательно вас слушает, при этом его торс направлен в вашу сторону, но его носки направлены не на вас. Это значит, что ваш коллега хочет поскорее закончить этот разговор. Вам следует ознакомиться с книгой Кэрол Кинси Гоман, посвященной анализу поведения людей на работе. Люди с большей вероятностью согласятся выполнить ваше поручение, если поначалу вы попросите их сделать что-нибудь попроще. Когда вы с кем-либо знакомитесь, постарайтесь обратить внимание на цвет глаз этого человека, не забывая при этом ему улыбнуться. В результате этого вы задержите на нем взгляд на одну-две секунды дольше, и ваш новый знакомый ответит вам взаимностью. Физические симптомы стресса Учащенное дыхание, учащенное сердцебиение и так далее совпадают с физическими симптомами проявлений мужества. Поэтому, если вы испытываете стресс по поводу чего-либо, немедленно трансформируйте его. Убедите себя, что ваше тело готовится совершить смелый поступок, и никакого стресса нет. Я советую всем заранее настраивать свое эмоциональное состояние перед собеседованиями. Скажите себе, я знаю этих людей всю свою жизнь. Это мои старые друзья, с которыми я давно не виделся. Не могу дождаться встречи с ними. Визуализируйте сам момент встречи. Рукопожатие, обмен взглядами, ваш разговор. О чем вам хочется поскорее рассказать им? Ваша поза должна быть открытой. Стойте с расставленными ногами, руки на бедрах, плечи откиньте назад, а на лице должна быть улыбка. Пусть эта мысль не новая, но вы сами отвечаете за свое эмоциональное состояние, а сила самовнушения огромна. Когда человек расстается с кем-либо, он находится в наиболее уязвимом состоянии, и им легко манипулировать из-за нахлынувшего на него потока эмоций. Этим можно воспользоваться с добрыми или злыми намерениями. Введение человека в состояние ложного возбуждения. Когда вы приглашаете кого-либо на первое свидание, устройте его в каком-нибудь необычном месте, чтобы его сердце билось быстрее. Например, «Американские горки» или фильм ужасов. Это повысит уровень адреналина в крови. Благодаря этому человек будет думать, что это из-за того, что ему нравится быть с вами, а не из-за того, что на самом деле увеличила скорость его сердцебиения. В продажах, хотя я полагаю, это может быть использовано и в других сферах, как только вы скажете все, что положено, не говорите больше ничего. Мой начальник на прошлой работе обучал меня, иногда просто давал советы. Я тогда работал в фитнес-центре, продавал абонементы. Он сказал мне, что как только я расскажу все о самом товаре и ценах на него, кто заговорит первым, тот и проиграет. Кажется, что это довольно простой лайфхак, но он на самом деле творит чудеса. Часто имели место очень длинные неловкие паузы, пока покупатель пытался придумать какую-либо причину не покупать товар. Но обычно они соглашались. Я в восторге от этого метода. А еще многие люди любят говорить о себе, поэтому задавайте им много вопросов о них самих. Будьте честны всегда, и если вам придется соврать, вам легко поверят. Я слышала что-то похожее. С лжецами легче, ведь вы знаете, что им нельзя доверять. Сложнее с людьми честными, ведь никогда не угадаешь, когда они лгут. Когда я работал в розничной торговле, я часто не сдерживался и грубил клиентам. Затем я понял, что слишком легко поддаюсь на провокации, и решил оставаться максимально вежливым, даже когда они ведут себя откровенно враждебно. Некоторые из них из-за такого моего поведения психовали еще сильнее, и я этим пользовался. Если вы пришли на собрание и подозреваете, что кто-то собирается высказаться против вас, просто сядьте с ним рядом. Люди часто надеются, что толпа обеспечит им защиту, но если вы сидите прямо рядом с этим человеком, вопрос становится чересчур личным. Из-за этого он может отказаться от изначальных намерений, либо хотя бы высказаться помягче. Источник. Я много лет проработал в змеином гнезде. Помню последний раз, когда здесь поднимали эту тему, кто-то написал, что если вы попросите кого-либо о небольшом одолжении, они станут думать, что то, что они помогли вам, означает, что вы нравитесь им. Такой вот когнитивный диссонанс. В конце концов, разве стали бы они вам помогать, если бы не было никакой симпатии? Вашими эмоциями и мыслями можете управлять только вы сами. Попробуйте изменить некоторые первичные реакции. Скажите себе, что вы радуетесь по тому или иному поводу, или что вы взволнованы. В конце концов, ваш мозг начнет верить в это. Это также работает и с негативными эмоциями. Вот почему никогда нельзя пытаться поставить себе диагноз. Если вы подумаете, что у вас депрессия, или что вы переживаете из-за чего-то, вы в итоге станете переживать еще больше, и точно впадете в депрессию. Если вы начнете пользоваться этим лайфхаком, вы не заметите никакого результата поначалу. Но спустя несколько месяцев ваш характер изменится в лучшую сторону. Кажется, один из лучших приемов, которому меня обучили. Если ваша рука теплая, когда вы пожимаете руку другого человека, вы автоматически становитесь ему более симпатичны. Встаньте прямо, перестаньте сутулиться, вытащите руки из карманов, высоко поднимите подбородок. Звучит как клише, но вы на самом деле почувствуете себя лучше и увереннее. Это не всегда применимо, но старайтесь одеваться лучше для серьезных мероприятий, включая собеседование. Если вы будете выглядеть хорошо, то и чувствовать себя вы будете хорошо. А если вы будете хорошо себя чувствовать, то вы обязательно достигнете успеха. Во время переговоров всегда начинайте с крайностей, то есть начинайте с максимального результата, к которому вы стремитесь. Таким образом, вы и другая сторона сможете вступить в переговоры и будете иметь рычаги давления. Старайтесь не произносить фразы «Я думаю» и «Я полагаю» без крайней необходимости. Эти фразы не вызывают доверия и точно не принесут вам никакой пользы. Играя в карты с кем-либо, бормочите себе под нос что-то прямо противоположное тому, что вы хотите. К примеру, если вы хотите, чтобы ваш противник сбросил карты, бормочите «Пожалуйста, не сбрасывай, пожалуйста, не сбрасывай». Почти всегда игроки попадаются на эту удочку. Если вы чувствуете беспокойство, уберитесь дома или в квартире. Вы почувствуете себя счастливее и полезнее, чем прежде. С точки зрения науки, это психологические приемы для самых маленьких, но в реальной жизни они очень полезны. Все эти приемы очень помогли мне в работе и жизни. Если вы улыбнетесь настолько широко, насколько можете, вы автоматически станете чувствовать себя счастливее. Сотрудники колл-центров всегда улыбайтесь. Ваша улыбка передастся человеку, с которым вы разговариваете по телефону, и гораздо меньше людей будут вести себя как засранцы по отношению к вам. Старайтесь в присутствии ваших знакомых почаще произносить их имена. Люди любят слышать, как произносят их имена. Благодаря этому между вами установятся доверительные отношения, и вы легко подружитесь. Допустим, ваш друг познакомил вас со своим знакомым по имени Питер. Через пять минут Питер решил уйти. Не говорите ему «до встречи». Скажите «до встречи, Питер». Приучите себя никогда не использовать слова-паразиты, наподобие «ну», «типа», «как бы» и т.п. Вместо этого лучше ненадолго брать паузы, чтобы собраться с мыслями, прежде чем что-то сказать. Но не думайте слишком долго. Когда вы используете слова-паразиты, ваш собеседник поймет, что вы раздумываете о том, что хотите сказать. Если вы избавитесь от них, эти моменты обдумывания своих слов станут менее заметными, и в результате вы кажетесь более уверенным в себе. Я работаю с умственно отсталыми детьми и считаю необходимым говорить об их достоинствах, лишь косвенно затрагивая их ограничения, а не наоборот. Проще говоря, избегайте негативных выражений, когда хотите сообщить что-то неприятное аудитории, которой хотите понравиться. Если вы должны написать что-либо, тем лучше, ведь так у вас будет время внимательно обдумать то, что вы хотите сказать. Также сосредоточьтесь на том, как вы предлагаете исправить ситуацию, а не на самих проблемах. Джонни даже не может связать слова в предложение, он просто поворачивает голову, когда слышит свое имя, но избегает зрительного контакта. Он не может усидеть на месте дольше минуты, и приходится постоянно одергивать его. Не пойдет. Попробуйте снова. Джонни знает все слова, и наша следующая цель – укрепить его коммуникативные навыки, научившись произносить фразы из двух слов. Он реагирует на свое имя тем, что поворачивает голову, и мы будем работать над тем, чтобы он начал смотреть в глаза тому, с кем говорит. Джонни способен оставаться на стуле дольше минуты, если напоминать ему об этом. Какой из этих вариантов вы предпочтете услышать, если речь идет о вашем малыше? Этот метод применим к любой сфере профессиональной деятельности. Используйте его, тщательно избегая негативных моментов. Работает железно. Об этом уже писали прежде, но напомню, если вы хотите без всякого стеснения пялиться на кого-либо, пробежитесь по этому человеку взглядом, а затем подождите, пока он постарается поймать ваш взгляд. Когда ему не удастся этого достичь, его глаза забегают по всем предметам вокруг. Как правило, это длится секунду. И в течение некоторого времени он даже не посмотрит в вашу сторону. Таким способом вы получите возможность пялиться на кого-либо в течение как минимум 45 секунд. В любой ситуации не забывайте дышать, если только вы не под водой. Если хотите, чтобы кто-нибудь что-то сделал для вас, представьте это в виде предложения, а не требования. Когда Тедди Рузвельт боролся за президентское кресло, его штаб напечатал 3 миллиона листовок с фотографией медвежонка и текстом его программной речи. Затем в штабе поняли, что у них нет прав использовать это изображение. И вместо того, чтобы объяснять все фотографу, который бы почувствовал свою важность и запросил много денег, штаб Рузвельта предложил ему заплатить им 250 долларов за то, чтобы они использовали именно его фото, сделав ему таким образом солидную рекламу. И фотограф заплатил им. Это может прозвучать глупо, но когда вы просите о чем-либо, используйте слово «потому что». Я как-то раз читала про исследование в одном из университетов, в ходе которого было проверено, какие именно слова могут способствовать тому, чтобы тебя пропустили вне очереди к ксероксу. Были использованы все варианты слов и словосочетаний. Оказалось, что слово «потому что» будто устраивает короткое замыкание в мозгах людей, и они начинают верить, что есть причина, по которой человек просит то, что он просит. Даже если при этом произносилась какая-либо глупость наподобие «пропустите меня, пожалуйста, потому что мне нужно срочно сделать копии». Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok